Добрый день, уважаемые коллеги! Спасибо, Орина Ивановна, за представление и задачу, направление, которое мы сегодня обсуждаем, реальная клиническая практика, и она невозможна без консолидированной работы экспертов Московского онкологического общества, экспертов, работающих в онкологических клиниках Департамента здравоохранения города Москвы. Значение мультидисциплинарного онкологического консилиума переоценить сложно. На самом деле, на сегодняшний день есть уже абсолютно реальная доказательная база того, что от правильности решения зависит не только непосредственный результат, которого мы хотим добиться и увидеть у пациента, а судьба каждого конкретного пациента зависит от этой работы мультидисциплинарной команды, и тому есть подтверждение, касающиеся такого неопромержимого показателя эффективности лечения, как общая выживаемость. Влияние мультидисциплинарного решения на общую выживаемость пациентов, имеющих рак молочной железы, причем это наиболее выраженное значение было показано при более продвинутых стадиях, для колорактального рака, для немелкоклеточного рака легкого, для рака желудка, рака пищевода. Практически все основные локализации, с которыми мы сталкиваемся в своей повседневной практике, выигрывают эти пациенты, если решение принимает не один конкретный человек, основывающийся на своем опыте, на своих желаниях, на своем видении, а принимает решение мультидисциплинарная команда. Но оказалось, что просто онкоконсилиума иногда не хватает. Нашей идеи нету в действующих клинических рекомендациях. Никакой онкологический консилиум сильно не поможет. Мы все знаем, что Москва работает в системе московского стандарта онкологической помощи. Мы хорошо знакомы с постановлением 177, которая дает нам понимание, каким огромным спектром лекарственных препаратов мы владеем и можем использовать. Однако мы понимаем, что желание наше назначить конкретному пациенту препарат, не находящегося в 177-м постановлении, наталкивается на определенные проблемы. Мы никогда не сталкивались с такой ситуацией, которую видим сегодня у данного конкретного пациента, и мы не знаем, что с ней делать. Нету вообще такого показания к этому препарату. Да, в общем-то, масса повседневных вопросов, которые заставляют нас задуматься, чем же и кто же может нам помочь в принятии такого сложного решения. В конце 2020 года был подписан приказ Департамента здравоохранения города Москвы о создании организации городского консилиума по профилю онкология. Мы не были новаторами в этом онкологии. До этого уже работала подобная структура для детской практики в Морозовской больнице. А предыстория, натолкнувшая на необходимость создания такого в Москве и в отношении онкологической службы, была банальна. Мы обсуждали нестандартную ситуацию пациентки, молодой женщины, которая перенесла трансплантацию поджелудочной железы и трансплантацию обеих почек по поводу длительно существующего сахарного диабета. И к нам она обратилась, имея местно распространенную форму хиропозитивного рака молочной железы. Понимая, что стандартные подходы здесь не работают, мы не знали, каким образом, с кем посоветоваться, с кем обсудить и каким образом претворить в жизнь наши идеи. И именно эта пациентка влетела в основу инициации городского онкологического консилиума. В 2020 году, в ноябре месяце, был подписан приказ, была проработана структура работы городского онкологического консилиума под председателем внештатного специалиста по онкологии Игоря Евгеньевича Ходькова. Были привлечены ведущие эксперты из якорных онкологических клиник Москвы с привлечением экспертов по редким нозологиям из Института Герцена, с привлечением специалистов из Института нейрохирургии Бурденко и по необходимости привлечением других ведущих специалистов по той нозологии, которая обсуждается в данном конкретном случае. Изначально в задачи городского онкологического консилиума входило три основных направления. Принятие решения о необходимости назначения лекарственного препарата и терапии, не предусмотренной действующими клиническими рекомендациями и или с применением лекарственных препаратов по незарегистрированным для них показаниям при условии, что эти препараты одобрены для применения на территории Российской Федерации. Вторая задача, которая могла рассматриваться городским онкологическим консилиумом это назначение терапии с применением препаратов, не предусмотренных московским стандартам онкологической помощи и не входящим в перечень отраженным в постановлении 177. Ну а также, конечно же, назначение терапии в сложных клинических случаях. В начале стартовала работу городского онкологического консилиума мы стали понимать, чем мы занимаемся, как это будет происходить. Происходили определенные изменения в возможностях лекарственного лечения, в возможностях обеспечения. Мы все знаем, что был расширен список 177-го постановления. Изменились наши чек-листы, помогающие нам правильно выбрать ту или иную позицию. И в конце 2021 года произошла инициация наблюдательных программ, касающихся отдельных лекарственных препаратов, инновационных, назначения которых не могло быть до этого, поскольку либо не входили в клинические рекомендации данные идеи, либо препараты не были внесены в 177-е постановление по данному конкретному показанию. И приказ по работе городского консилиума был расширен еще одной задачей, а именно задачей рассмотрения вопросов назначения пациентам лекарственных препаратов, включенных в перечень лекарственных препаратов 177-го постановления, но по тем особым клиническим ситуациям, которые были оговорены уже с привлечением всех экспертов московских онкологических клиник и стартовали 10 программ наблюдательных исследований в городе Москва, а отбор пациентов, корректное включение пациентов в эти наблюдательные программы был возложен, опять же, на экспертов городского онкологического консилиума. Теперь немножко скучных цифр. С начала работы городского онкологического консилиума и до 1 октября 2023 года мы сделали срез данных именно этой датой проведено 147 заседаний городского онкологического консилиума. Рассмотрено 2220 клинических случаев, из них 1071 случаи для включения в наблюдательные программы. В 2023 году количество рассматриваемых случаев увеличилось почти в два раза. Врачи, а любой врач городского онкологического учреждения города Москвы может представить свой случай после своего проведенного консилиума учреждения на рассмотрение городского онкологического консилиума. Порядки жестко оговорены, и мы стараемся их соблюдать. И в 2023 году, поработав уже год в системе работы городского онкологического консилиума, мы видим, что в два раза увеличилось число подаваемых случаев. Преимущественно за счет назначения препаратов и схем, не входящих в клинические рекомендации. Это наша большая боль. Мы очень все ждем обновления клинических рекомендаций, поскольку пока большинство из них датированы 2021 годом, максимум 2022 годом, а изменений произошло много, поэтому количество случаев, обсуждаемых именно для назначения максимально передовых схем лечения увеличилось. А вот доля несогласованных случаев при рассмотрении на городском онкологическом консилиуме снизилась почти в три раза, что говорит о том, что улучшилась работа онкологических консилиумов клиник, и подача на городском онкологическом консилиуме, конечно же, обоснованно и заслуживает того, чтобы обсуждаться экспертами. Теперь понемножку, буквально две цифры по наблюдательным программам. Напомню вам, что более тысячи пациентов были включены в ту или иную наблюдательную программу города Москвы, и городской онкологический консилиум заслушивал все эти случаи, внимательнейшим образом проверял соответствие критериям включения и не включения в ту или иную наблюдательную программу, и мы видим, что за время работы наблюдательных программ более 400 пациентов, мужчин, имеющих рак предстательной железы, получили возможность получать антиандрогены второго поколения. Более 40 пациенток получают асимертениб в качестве адювантного лечения при немелкогляточном раке легкого раннего после хирургического вмешательства, избавляя этих пациенток от необходимости проведения им малонужной химиотерапии адювантной, что было и является на сегодняшний день пока нашим всем. Это использование сложного современного мультитерозинкеназного гибида рака базантиниба не только по показанию почтноклеточного рака, но и при других локализациях, где он демонстрирует достаточно серьезные результаты применения. Это адювантное применение у пациенток, имеющих рак молочной железы, группы крайне высокого риска применения препарата обемоциклиб, а для БРК мутированных пациенток, имеющих тройной негативный рак молочной железы, адювантное применение алопариба, это использование второго ПРП-ингибитора от алопариба, это НТРК-ингибитор лорлотиниб, это дроволумаб в качестве поддерживающей терапии, 38 пациенток в качестве поддерживающей терапии, принимают поклеточные раки легкого, после химия-лучевого лечения получают этот вариант лечения. Если мы посмотрим, как поменялись поводы подачи на городской онкологический консилиум от наших коллег по тем или иным запрашиваемым лекарственным схемам, мы увидим, что в 2023 году появилось все больше применения иммунотерапевтических препаратов в не совсем стандартных ситуациях. В поле нашего зрения попала интереснейшая комбинация ленватениба с эверолимусом, совсем не в тех условиях, в которых он в свое время изучался и был одобрен для применения. Это использование комбинации химиотерапии с антиандрогеном при раке предстательной железы абератрон с децитокселом. Это все большее применение комбинации брафмек-ингибиторов с анти-GFR антителами при брак мутированном колорактальном раке. Это авилумаб для поддержки терапии рака мочевого пузыря. И вы видите то количество уникальных наблюдений, которое, конечно же, позволяет нам говорить о том, что московское онкологическое общество все-таки идет в ногу со временем, и мы получили эту возможность использовать инновационные, наилучшие практики у наших пациентов. Несколько клинических примеров. что для меня как клинициста самое приятное в работе городского онкологического консилиума, это возможность хорошо, современно, уникально лечить наших пациентов. Мы все знаем, что есть такая нозологическая единица, как рак слонных желез. Это редкая злокачественная опухоль, к сожалению, абсолютно нелечимая никакими стандартными вариантами системной терапии. Характеризуется резистентностью к этим терапии, и, к сожалению, эти опухоли имеют крайне низкую частоту выявления драйвенных мутаций, на которой мы можем использовать тот или иной таргетный препарат. За время работы городского онкологического консилиума нами было обсуждено 28 клинических случаев, и посмотрите, и в частности одного из последних ленватиниба 10 пациентам. У 7 из этих 10 пациентов мы видим длительную стабилизацию, мы видим частичные ответы. При использовании комбинации ленватиниба с мембролизумабом мы видим длительные контроли, мы видим полные ответы. Это у тех пациентов, которые прогрессируют на всем, что им пытались применять до этого. У пациентов, которые имеют счастливую ситуацию, экспрессию, гиперэкспрессию рецептора HER2, использование таргетной антихерп-терапии позволяет нам говорить о том, что из 4 пациентов, которым мы назначили антихерп-препараты, мы видим, что частичный ответ достигнут у 3 из них, а одна из пациентов получает ростозумабом тензин уже на протяжении более чем года. Ну и еще один ярчайший пример работы городского онкологического консилиума. Это молодая пациентка, случай предоставлен любезно коллегами из 62-го городской онкологической больницы. В 2018 году пациентки выявляют массивную опухоль хвоста поджелудочной железы с синхронными множественными метастазами в печени. Начинают стандартные подходы, причем долгое время успешные подходы терапии этой категории пациентов. За 6 лет почти 6 лет терапии пациентка успела получить и химиотерапию стандартную для этой клинической ситуации и многократные хирургические вмешательства. Она даже успела получить 3 курса лечения радиоактивным лютециям, но к сожалению к январю 2023 года мои коллеги столкнулись с бурным прогрессированием, с тотальным белобарным поражением печени, опухолью, которая претерпела свою трансформацию, стала более агрессивной. И конечно же девочке 28 лет все встали в тупик, что делать? Городской онкологический консилиум принимает решение о назначении нестандартной комбинации ленботениба с веролимусом. Итак, к марту уже 2023 года через 2 месяца применения мы видим более чем частичную регрессию большинства метастазов в печени. Пациентка продолжает эту терапию до мая 2023 года и успешно проходит ортотопическую трансплантацию печени и на сегодняшний день девочка излечена с новой печенью получает минимальную дозу серолимуса как иммуносупрессанта. Без работы городского онкологического инсилиума этого бы не случилось, потому что не было бы возможности обсудить, не было бы возможности обеспечить и применить данную безумную на какой-то взгляд лекарственную опцию для пациентки, которую мы подарили в общем-то вторую жизнь. Что же дает городской онкологический консилиум? Он, поверьте, способствует поиску решений в сложных клинических ситуациях, когда присутствуют эксперты, ведущие всех московских клиник, одна голова хорошо, а пять голов всегда лучше. Хотя бывает иногда двух достаточно, но пять очень хорошо. Мне кажется, что это консолидирует московских онкологов при принятии решений о назначении терапии, не предусмотренной действующими клиническими рекомендациями. мы научились взаимодействовать и договариваться между клиниками. Это позволяет онкологу с честью выйти из конфликтной ситуации. Каждый из вас сталкивался с этим при назначении запредельных рекомендаций от какого-то внешнего очень важного консультанта. Поверьте, работа городского онкологического консилиума позволяет выйти с честью из такой ситуации. Мне кажется, это очень хороший и значимый вклад в образовательную деятельность всех практикующих онкологов Москвы, которые могут подключиться и послушать процесс обсуждения и принятия решения. Ну и это, конечно же, дает возможность назначать нашим пациентам наилучшие варианты терапии и ожидать новых чудес. Спасибо за внимание.